привет дорогие друзья с учетом тотального цензурирования всего что я делаю не знаю когда вы увидите это видео надеюсь что день в день а может быть и нет я не знаю выступление лукашенко на том самом заводе о котором я вам уже рассказывал и который я уже вам показывал собственно я вам показывал как там люди выступали говорили что там все он там пусть он уходит и так далее это колесных тягачей завод колесных тягачей начинает лукашенко с прикола главное что я хочу вам сказать не надо аплодисментов я понимаю не думаю что ему собирались аплодировать да ну такой юмор общем вы рабочие люди вы тоже меня знают вы всегда поддерживали президента это я тоже знаю вот тут я не понимаю почему они кричат нет нет если да если много лет они поддерживали президента и они хотят сказать что они него не поддерживали а все время бы было подтасовка в голосованиях что ли но прежде чем ответить я хотел бы отвлечь ваше внимание на две фразы я просил вот сейчас маленькую оперативную информацию привели привезли маленькая оперативная информация это прослушка прослушка людей которые говорят что делать собственно когда лукашенко приедет на завод и они обсуждают надо там сделать там то и сделать это никаких там крамолы нет там покричать и так далее да закричать и я понимаю что хотел сделать этим лукашенко показать что мол вот смотрите у этого всего есть организаторы но по факту он показывает что смотрите ребята вы все под колпаком когда заканчивается эта прослушка он совещается здесь с опером каким-то люди выражают свое неудовольствие то есть но не получается не вот этими всеми попытками как бы он наоборот вызывает к отторжение лукашенко отвечает на вопрос дождутся ли от него чего-либо прогнув его ответ очевиден отвечаю вам на этот вопрос можете еще подключать никогда вы от меня не дождетесь чтобы я под давлением что-то сделал отвечаю по мужски на этот вопрос второй вопрос касается выборов что мол вы хотите провести справедливые выборы тут кто-то выкрикивает что мол типа без лукашенко выборы не а ребята выборы должны быть со всеми фишка в том что лукашенко никаких выборов не хочет которые вы задали чтобы вас не держат на жале вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые да можно ли его понять что он не хочет никаких выборов конечно можно выборы состоялись если бы пересчитать голоса то и нормально но новые выборы это же получается до тех пор пока не выберут того кого надо на этот вопрос мы провели выборы пока вы меня не убьете других выборов не будет боюсь что это его фраза это его предложение могло кому-то даже понравится якобы напряжены той ситуации которая сложилась на улицах что там было насилие и так далее и тому подобное непопулярный вопрос но он звучит отвечаю вам и на этот вопрос не вопрос как раз таки популярный по поводу насилия на улицах и здесь это же основная ошибка была его потому что отвечать вот таким неадекватным насилием это значит вызвать большую волну протестов если бы проморозились ну по максимуму да то и не было бы ничего вполне возможно я я просто предполагаю первое по крупняку нужен был повод для того чтобы вы кричали уходи хороший повод хотя не без того вы знаете что я поручил разобраться с каждым фактом но если нужен был повод то зачем нужно было давать этот повод ну согласитесь это же ошибка значит ошибка конечно же но здесь уже лукашенко говорит что он дал поручение разобраться с каждым случаем насилия и так далее это конечно шаг назад шаг назад он уже все уже поднимает руки вчера он говорил что станет на колени но вот я не знаю когда вы увидите видео но вчера он это говорил я по этому поводу записал видео встанет на колени но таки не встал да но условно он уже встал на колени условно он в общем это немножко не тот лукашенко который был еще две недели назад при этом если уж ты выбрал путь отступления то отступать надо тоже красиво а не отступая говорит что каждый в принципе тот который пострадал пострадал за дело не все пострадали за дело это факт нет нет там не было никого кто ходил против омоновцев милиции ни одного не было все просто прогуливались теперь про то что кто-то кого-то избил совершенно неправильные речи совершенно не то что хотели бы услышать люди или стоило по моему мнению уже держаться своего и не сдавать назад или если что сдаешь назад то сдавай назад а не рассказывая о том что пострадали исключительно те кто нападали на ментов это не это неправда но большинство после того как разобрались их было на окрестина две с половиной или две тысячи чтобы вы знали и на окрестина не популярно но скажем получили те кто там же на окрестина бросался на ментов ну какую это могло вызвать реакцию насколько выигрышные такие речи о том что просто правоохранитель силовики они отвечают типа жестоко на жестокость поэтому ну я не могу их уже сдержать если у кого-то есть дети возьмите голову в руки и поймите что никогда военный человек вам не простит когда вы его бьете в спину на автомобиле и поэтому они уже ну практически вышли из под контроля и это они уже виноваты в том что они так жестоко подавляют ну странно как-то не я просил до этих событий не провоцируйте их потому что если они разойдутся очень жарко будет не только вам но и мне я не смогу удержать обстановку если президент глава государства уже не может удержать обстановку и подразумеваются действия силовиков значит глава государства потерял контроль над государством это плохо там кричат что нет давления я думаю что таки есть давление ибо обсуждаются списки силовиков я читал конченых совсем которые обсуждают там вот их дети там учатся там надо выяснять и так далее конченые есть везде централизовано такого давления нет как было к примеру опять-таки в украине и опять-таки здесь респект белорусам потому что они не доходят до такого трэша искусства которое было в моей стране но запомните там в политике куда вы рынулись не понимая другие законы другие законы чтобы потом не было больно ни мне и вам и народу когда мы потеряли государство и опять лукашенко уходит вот к этой вот терминологии потеряем государство потеряем меня потеряем государство по сути это так государство это я ну разве нет второе в этой части если кто-то не хочет работать и хочет уйти ну типа тот пусть и валит спасибо я сказал все можете кричать уходи Вернуйте наши голоса Уходи! 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 Интересное видео я обнаружил этому видео ровно пять лет вы не поверите 14 августа 2015 года в том же месте был тот же самый человек Александр Лукашенко Тогда он поблагодарил менеджмент завода Общение с коллективом Александр Лукашенко начал со слов благодарности в адрес топ-менеджмента завода Скажу и министру и вашему руководителю спасибо Далее он обсуждал тему приватизации МЗКТ и говорил о том что россияне очень сильно заинтересованы в том чтобы его купить Но настоящую цену мол не дают поэтому идите все гулять Он четко сказал что я не дал продать Тема приватизации МЗКТ периодически сотрясает информационное пространство И разумеется этот вопрос волнует работников завода Много было предложений и вы знаете ну очень активно себя в этом направлении ведет российская федерация И вдруг внезапно он решил перейти в свои речи от узкоспециализированных вопросов предприятия к геополитике Президент предложил расширить границы дискуссии и от стабильности в пределах предприятия Перейти к цене мира и спокойствия в масштабах государства Как показывают украинские события этот вопрос лежит сегодня отнюдь не в теоретической плоскости Вот смотрите как странно да Украинские события вспомнил на том же месте вспомнил И начал рассказывать о глубинных всяких причинах некоторых событий Что у всех событий есть бенефициары но они находятся в тени Мы очень просто рассматриваем ситуацию в Украине Вот там националисты фашисты и так далее и тому подобное коррупция и прочее Это на поверхности Это на поверхности этим никого не удивить Украина это пугалка Теперь для всего мира и что же с этим сделать фишка в другом кто за этим стоит Мы тоже об этом говорим Но вспыхнула ведь Украина не только по внутренним причинам Да она была удобна для того чтобы перевернуть все Как интересно как это переплетается с событиями которые происходят сейчас ровно через пять лет Там же он рассказывает им но они не слушают Слушали ли они тогда И в этом особенность сегодняшнего дня Очень сложная ситуация в мире Идет драка за передел мира за будущее господство за влияние и так далее и тому подобное И опять Украина и опять проводятся всякие параллели и опять о недопустимости того же ВП Беларуси Поэтому говоря допустим об Украине я ни в коем случае не играю на этой теме Надо понимать что если мы не сориентируемся и где-то подставимся то с нами разберутся еще быстрее чем с Украиной И говорит то в принципе правильные вещи Правильные вещи И вот эти вот ребята которые там стоят его слушают Они должны были бы послушать и подумать да да вот только с Лукашенко Тем не менее не получилось Потому что зачастую речи были перемежеваны какой-то чушью Но настоящие ценности не голубятню то разводить которую они в Европе развели Ну это самое главное что есть в Европе Смотрите сейчас много слышу такого что да смотри они же придурки разваливают свою страну Это их право Даже если они хотят развалить что-то это их право Их право выгнать Лукашенко Их право требовать пересчета голосов Ну к слову ну их право даже требовать признать президентом кого они захотят Ну только это как бы идет в разрез вообще с юридическим правом Их право вообще отменить институт президентства Что я допустим мог бы им предложить Им бы хорошо отменить институт президентства Потому что любой кто придет на место Лукашенко Вполне возможно захочет стать таким же к примеру да В общем это их право Что хотят то и делают пусть Просто интересно вот получилось эти два выступления А вам не? Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok